Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с мужчиной полтора месяца, ездили на день рождения к его сестре, и вначале мы договорились, что посетим часов 11 и поедем домой. Я к себе, он к себе, у меня ребенок 4 года. На день рождения он выпил, но это не очень хорошо, но может для него и родных это нормально, но не для меня. Я привела его в комнату, объяснил, что мне не очень приятно, как он себя ведет. Настен начал шутку на меня замакиваться под предлогом, ты же знаешь, я тебя не трону. В итоге я остался в комнате, он веселился, я играл с собакой, но время от времени сидел за столом со всеми. Он отдыхал, я ему ничего не говорила, больше он делал вид, будто меня нет. Время подошло, когда мне нужно было уезжать, Настен начал агрессировать, мол, либо мы едем вдвоем, либо остаемся вдвоем тут. Я ему спокойно объяснил, что он оставался с гостями, а я домой. Ехать вместе смысла нет. Он в психу поехал со мной. К слову сказать, на этом неразнении он совершенно иначе вел себя. Это не первая наша совместная вылазка в таком формате, раньше он вел себя иначе. Ни на шаг не отходил от меня, а тут не знаю, что произошло. Ходил за спиной про меня, говорил не очень хорошо, мол, зачем я ее взял, мешает отдыхать, мол, сейчас за нее домой ехать придется, и все в таком роде. Пока я не видел, я зажимал других барышень, и в общем, я выживаю, что произошло с человеком, будто подменили. Плюс ко всему стал много врать, говорит одно, а я знаю, что это неправда, но не могу сказать. Подскажите, пожалуйста, в чем могла быть причина такого поведения. Сам барин хороший, мне нравится, но вот это вот, что было, меня очень разочаровало, и я в смятении. Сказал я ему, что, наверное, нам не по пути, на что он отметил, что я неадекватный, что с головой беда, что мне надо в чувство прийти, хотя буквально пару недель назад, он бы начал бросить прощения, звонить, с цветами бы приехал. На данный момент мы не общаемся, не знаю, что делать, закрыть этот вопрос, поставить точку или встретиться и поговорить нормально. Опять же, мне кажется, ему не нужны отношения. Смотрите, здесь два момента. Первое. Ваша тревожность и желание для себя получить какие-то гарантии. Это первое. Вы хотите быть уверены в партнере. Вот, партнер ведет себя не так, как вы рассчитывали, к примеру. Вот. И, соответственно, вам из-за этого тревожим. Вот. Это первое. То есть здесь вы демонстрируете некую такую потребность именно в гарантиях, в защищенности. Вы стремитесь к защищенности. Вот. И не допускаете. Получается, у партнера поведение, которое, ну, скажем так, да, отличается от того, чего вы ждете. Вот. А ждете вы вот того, что за вами будут указывать. Ждете вы того, что вам, ну, вероятно, будут демонстрировать то, что вы нужны, то, что вы важны и так далее. Вот. Этого не происходит. Вам это будет плохо. То есть тут вопрос именно о вашей тревожнице. Это первое. На что хочется Обратить ваше внимание. Второй момент. Это некая ваша такая Родительская Позиция По отношению к Мужчине. То есть То, что происходит сейчас В его поведении Вот. А можно назвать Ну Таким Своего рода Бунтом. То есть Мужчина Ведет себя Так, как себя ведет Вероятно Потому что С вами Он чувствует некую зажатость. Вот Некую зажатость Некую такую Может быть Скованность Вот И это его Мотивирует На то, чтобы вести себя Так, как он себя ведет С вами Вот То есть Вести себя как-то иначе Как-то по-другому Вот Не так Как Например Он Ну Вел себя обычно Как Как вы говорите Опять Вот С учетом того Что вы говорите Про цветы Про Про прощение Ну Вот Прощение Именно Получается Которое Он Должен Значит Ну Просить У вас Вот За счетом С учетом Вот Того Что Вы говорите Об этом Я думаю Что Вы выстраиваете С ним отношения С Человеком Я имею ввиду Вы Выстраиваете Отношения С ним На основании Ну На Таких Очень Гендерных Основаниях Вот Что это значит Это значит Что ваше общение Ваше взаимодействие Происходит Чисто По модели Взаимодействия Гендер Вот То есть Вообще Взаимодействовать Только Взаимодействовать Вы только Как мужчины И женщины Вот А Притом Притом Что Пообщались Вы С С Человеком В общем В целом Всего ничего По промесу Вы встречаются Это Совсем Совсем Немного Вот Заметьте Что С учетом Того Что Пообщались Вы Совсем Совсем Немного У вас Уже Есть Требования К человеку У вас Уже Есть Ожидания И так Далее Вот С другой С другой С другой С другой С другой Вы Конечно Можете Ожидать И вы Можете Рассчитывать Что Человек Будет Вести Себя С вами Так Как Вы Хотите Вот То есть Вы Можете На это Рассчитывать Вы Можете Этого Ожидать Вы Можете Этого Хотеть Я Имею Ввиду Ну Вот Какого-то Поведения Какого-то Отношения К вам Вот Я думаю Что Вы Можете Этого Хотеть Но Вопрос В том Чтобы Вы Наверное Не Не Компенсировали Этого Свою Собственную Тревожность За Счет Человека Вот Не Перекладывали Как Бы Ответственность Что Ли На Него За То Что Тревожно Вам Самой Вот За То Что Вам Нужны Отношения А Ему Нет Тот Факт Что Вам Нужны Отношения Точнее Тот Факт Что Вы Говорите Что Ему Не Нужны Отношения Говорят И Говорят О том Что Вам Нужны Вам Они Нужны Вот И На Мой Взгляд Проблема Здесь Заключается В Том Как Мне Кажется Вот Что Вы Видите Взаимодействие Взаимодействие С Человеком Да Вы Видите Взаимодействие С Человеком Только Вот В этом Контексте Только В этом Контексте Вы Видите Взаимодействие С Человеком Только В Контексте Отношений То есть вы видите взаимодействие с другом как бы как инвестицию здесь, а принимая во внимание, Факт того, что у вас есть ребенок, это говорит о том, что возможно у вас и предыдущие отношения, в которых вы участвовали, в которых вы были, как-то вот несколько не сложились, да, то есть они у вас закончили. Я думаю, что и в тех отношениях, и в других отношениях, и в этих отношениях, которых вы находитесь прямо сейчас, вот, я думаю, что вы действуете, ну, на мой взгляд, вы действуете каким-то таким вот, ну, похожим образом, вот, и я думаю, что действуете одинаково, то есть, ну, одинаково деструктивно, вот, скажем так, ну, в данном контексте. Вот, поэтому в первую очередь нужно не пытаться понять человека, а нужно в первую очередь разбираться вам в самой себе, вот, смотреть на свои приоритеты, на то, что для вас как-то вот, ну, важнее, на то, что для вас ценнее, смотреть на то, на что вы ориентированы в отношениях, и нести за это ответственность, а за это отвечать, вот, а не перекладывать эту самую ответственность на, собственно говоря, мужчину, который может, да, как бы быть тем, каким вы хотели бы его видеть, вот, ну, в принципе, легко может и не быть тем, кем вы хотели бы его видеть. Сейчас вы демонстрируете поведение человека, который не готов отказаться от отношений, несмотря на то, что есть вещи, которые вам, откровенно, не нравятся, именно потому, что не хочет для себя что-то потерять. То есть, по сути, вы находитесь уже в зависимости от человека. Вы говорите, ну, вот он такой прикольный, он такой классный, мне он, в целом, нравится, вот. Что вам здесь нравится? Вопрос. Скорее всего, скорее всего, вам нравится ваше состояние, которое вы чувствуете с мышью. Вам нравится именно ваше состояние, возможно, еще что-то, возможно, еще что-то, вот. Так или иначе, здесь история именно про вас и про, ну, я бы, по крайней мере, так сказал, про столкновение, про столкновение. Ваше состояние сторон, просто взглянья сторон ваших внутренних конфликтов в мужчине. Вот. Я думаю, именно такая ситуация здесь имеет место быть. Вот, и я думаю, что именно по этой причине вам так сложно в этой ситуации, собственно говоря, значит, принять какое-то решение. Вот. То есть увидеть, что делать дальше в этой ситуации. Вот. Вы пишите, значит, так, вёл себя не очень хорошо, пишите вы, и вы говорите, что для меня это ненормально. Давайте посмотрим, в первую очередь, значит, как именно он себя вёл не очень хорошо. Вот. И отдаёте ли вы здесь себе отчёт в том, что, что, ну вот, то, как вы это говорите, да, очень сильно походит на именно, именно вот радическую позицию. То есть отдаёте ли вы это, отдаёте ли вы отчёт себе в этом или нет. Это очень важно. Потому что, ну, одно дело, если вам просто не нравится, как человек себя ведёт. Да? Вот. Одно дело. И одно дело, если вы просто, ну, условно говоря, не принимаете, вот, того, как ведёт себя человек. Да? Вот. Это одно дело. Тут вы находитесь, на мой взгляд, в своём праве. И совсем другое дело, если вы, как вы говорите, отводите человека в комнату и начинаете ему указывать, как ему себя вести. Вот. Вас его поведение задевает? Как? Вам неприятно? Чем? Это очень важно увидеть. Очень важно увидеть этот момент. Потому что в противном случае будет такая история, что вы просто читаете на пассе человеку и всё. Вот. Я не думаю, что это то, чего вы на самом деле для себя хотели бы в отношениях. Вот. Дальше. Так. Он не на счётку. Так. Он стал замахиваться. Вот. Это агрессия с его стороны. Вот. Агрессия как минимум означает, что человек что-то сами сдерживает. Ну, находясь в отношениях. Вот. То есть человек как бы не является самим собой. С вами. Вот. Если он, значит, проявляет агрессия. Вот. Поэтому это уже в какой-то степени тревожный звоночек относительно того, как вы устраиваете своё взаимодействие с своими мужчинами. Вот. Понимаете, да? Это уже пригодный звоночек. В этом смысле. Вот. Ну, просто потому что есть вот такой прецедент у вас. Дальше. Так. Значит, в итоге я остался в комнате и он веселился. То есть вы обидели? Получается. Я играл с собакой. Он отдыхал. Сделал вид, что у меня нет. Время подошло, когда мне нужно было уезжать на стол. Он начал агрессировать. Мол, мы либо вдвоём едем, либо остаемся вдвоём тут. Да. Здесь тоже демонстрируется, ну, такое вот, я бы сказал, созависимое поведение. Вот. Я бы так это сказал. Я бы так это назвал. Когда один человек зависит от другого. Вот. Ну, как бы чувствует привязанность одного к другому. То есть как бы не может без другого сам. Ну, что-то делать. Вот. Проблема ли это? Ну, да. Это проблема. То есть это вот отражает ваше требование бессознательно того, чтобы ваш партнер был с вами. Вот. Так, я ему спокойно объяснил, чтобы он оставался с друзьями. Я думаю, ехать вместе нет смысла. Опять же, здесь нужно делать анализ вашей коммуникации. Потому что то, что вы, вот, всё время человеку объясняете что-то, да? То есть, как бы, вроде бы, внешне всё, как бы, достаточно корректно. Вы говорите, что спокойно объясняете, да? Что объясняете человеку и так далее. Вроде бы, да. Вроде бы, всё хорошо. Но реакция, ну, мужчина, на, так скажем, ваше объяснение. Выглядит как то, что возможно. Возможно. Слышится это не так, не так, как вы говорите. Вот. Возможно. И, конечно, тогда это нужно корректировать. Вот. Тогда необходимо корректировать. Ну, вашу мобиль. Ну, поведенческую модель. Вот. Понимаете, да? Дальше. Идём. Так. К слову сказать, на этом неравнении он совершенно вел себя иначе. Это не первый наш совместный вылазк. Раньше он вел себя иначе. Ни на шаг, ни на шаг не отходя от меня. А тут не знаю, что произошло. Вот. Вы здесь демонстрируете что? Вы здесь демонстрируете такое вот требование, как бы, к человеку относительно того, что он себя вел, да, определенным образом ни на шаг от вас не отходя. Как бы. Ну, вот. Получается. А, и когда, если, грубо говоря, этого не происходит, вы начинаете чувствовать, вы начинаете чувствовать пробоку свою в этот момент. То есть вам, ну, как-то вот становится плохо. Вам становится не по себе. Вот. И главный вопрос, на который здесь нужно ответить, это за счёт чего? За счёт чего так происходит? Ну вот. Почему человек об вас не отходил в прошлые разы, а теперь ведёт себя так? Ну вот. У этого же есть причины. Я думаю, вы как-то сами это, это, ну, понимаете, что у этого есть свои основания. Вот. Вопрос заключается только в том, какие, какие это основания. Вот. И я думаю, что с этим можно и нужно разбираться. Дальше. Вот. Человек высказывает, высказывает агрессию, говорил про меня не очень хорошо. Это вот недовольство вами. Это тоже означает, что в отношениях, в коммуникации между вами есть вот то, что называется, скажем так, табу. Вот. То есть это когда существует что-то вроде запретных, ну, что-то вроде запретной темы. Вот. Между двумя людьми, получается. Вот. А пока я не видел из-за жена других барыжин, в общем, я в ужас. Ну, человек не оправдывает ваших ожиданий. Вот. Плюс ко всему стал нагревать. Врач говорит одно, я знаю, что это не правда, не могу сказать, откуда знаете, что это не правда и почему не можете сказать. То, что он стал врать, говорит, а то, что опять же человек не может быть самим собой рядом с вами. То есть у вас завышенные требования. Эти требования у вас в первую очередь к себе, а после они проецируются на другого. Подскажите, пожалуйста, в чем могла быть причина такого поведения. Сказал, невозможность быть собой. Для вас и для него в отношениях высокая формализованность. Требования. Сам парень хороший, мне нравится, а в чем он хороший, как бы, и как вы чувствуете, что он вам нравится. Меня очень разочаровало, я в смутении. Да, именно разочаровало, не оправдывало ожиданий. Вот. Сказал ему, наверное, нам не по пути, на чем он говорит, что я неадекватный, что с головой беды. Опять же, это агрессия, вот, может быть, как и нормальный для человека линия поведения. Либо это, вот, вследствие каких-то проблем. Вот. Дальше. Хотя буквально пару недель назад он бы начал просить прошение, звонить, чтобы я приехал. Вот тут, опять же, требуется к себе, как бы, ухаживание, чтобы вас завоевывать. Вот в отношениях, где есть такая модель поведения, сейчас происходит именно то, о чем вы говорите. Потому что это нагрузка на человека. Ну, нагрузка на него. Вот. На данный момент мы не общаемся. Кто мы? Вы не хотите общаться? Не знаешь, что делать, что делать, чтобы что? Закрыть этот вопрос, поставив точку. А что это значит, закрыть вопрос? Это как? Или встретиться и поговорить нормально. А поговорить нормально для чего? Вы ведь не готовы принимать человека таким, как он есть, правильно? Вот. Опять же, мне кажется, ему не нужны отношения. Это здорово, когда человеку не нужны отношения. Не нужны отношения. Нужны люди в отношениях. Понимаете? Люди. Вы смотрите на то, как человек относится к вам. Осмотреть нужно на то, какой человек в целом. И как вы к этому относитесь. Вот и всё. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Обращайтесь. Завтра. Желаю вас здорово. ияUлита